сегодня у нас такой план у нас во первых я расскажу про игры с неполной информации что это такое на примере тоже но я так сказать примере расскажу потом обсудим но собственно в основном это примеры игр с неполной информации большей частью известных примеров как раз это различные аукционные форматы но есть один пример который не из теории аукционов но по крайней мере один который добавляет картину такую как бы выпуклую картину делать если вы его знаете и какие-то акционные формы вы лучше понимаете значит пример такой я нарисовал некоторую линию метро ну скажем если если мы в питере то это может быть красная или синяя если мы в москве то это серая линия однозначно метро значит про двух человек известно следующее им нужно встретиться на этой линии и дам передачу какую-то передать ну или о чем-то поговорить но они очень заняты два бизнесмена грубо говоря хотя в 30 на этой линии и сэкономить время чтобы каждому ну как каждый хочет ехать как можно меньше времени но вокруг пробки проезд возможен только по метро каждый живет ну или сейчас в данный момент находится они созваниваются и пытаются договориться о встрече ну или там скажем они посылают друг другу смс и пытаются договориться о месте встречи и договорились о следующем что они будут встречаться в точке посередине между их расположением ну то есть условия задач такие есть два человека они находятся где-то каждый из них находится где-то вблизи в окрестностях этой линии метро можно считать для простоты что станции настолько часто расположены что это непрерывная модель просто линия метро от минус единицы через 0 это центр до плюс единицы и договора нас такая ну сейчас мы сообщим друг друг другу места где мы расположены и выберем середину на чем тут так сказать игровой момент кто мне скажет что чем здесь игровой момент ну да вот именно игровой момент том что можно соврать скажем если я живу здесь то мне захочется ну в какую сторону наверное мне захочется соврать подальше до центра подальше мне хочется перетянуть мнимую середину на себя как знаете как одеяло до одеяло на себя перетянуть но вот если я скажу что я здесь например середина она сдвинется мою сторону на самом деле мне нужно будет ехать столько но я заявляю что мне нужно ехать столько вот в этом игровой момент вопрос такой Какое здесь будет равновесие, если каждый будет врать? Но это, надо понимать, это задача с не, так сказать, пока не специфицированным условием, потому что конкретный вид вранья зависит от того, где вы на самом деле живете. То есть равновесие в данном случае включает описание того, как вы врете в зависимости от вашего местоположения, не правда ли? То есть вопрос о равновесии, даже если вы сами знаете, где вы живете, вот здесь, и вы уже решили для себя, как именно вы будете изменять свою точку, свое местоположение, каким образом вы будете ее изменять, остается вопрос о том, почему именно так. Давайте попробуем эту задачу с самого начала решить. Допустим, вам выдан сигнал, сигнал, ну, собственно, сигнал состоит в том, что вы живете в точке X. Вы это знаете, вы в данный момент там находитесь. Это как бы ваш сигнал, да? Этот сигнал, он для второго, он неизвестен, второй не знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ребята, которая получается по формуле для любого x из минус 1, 1, psi от x по определению равно арг-минимум, арг-минимум значит точка, в которой достигается минимум, точка, в которой будет достигаться минимум, примерно того же, но чуть-чуть другого. А psi от x равно арг-минимум по b, мат ожидания, модуля b плюс φ от y делить на 2 минус x. И вот это мат ожидания берется по y, я не знаю, как бы здесь это написать, ну как бы да, по всем y, по равномерному распределению. Мат ожидания по y, здесь тоже надо было написать это. То есть берется мат ожидания по переменной y, вот этого выражения. И получается некоторая функция psi. То есть исходя из стратегии обмана функции phi, мы ее запускаем вот в этот механизм, мы считаем так, если нам удалось угадать, как себя ведет наш контрагент, угадать, мы угадали, что он ведет себя в соответствии с некоторой стратегией phi обмана. Но тогда, зная эту стратегию, мы можем вычислить наш минимальный путь, который мы можем пройти в среднем, в среднем, как вот такое мат ожидания. Если мы используем в состоянии x число b, и в целом они, соответственно, складываются в функцию для каждого. x, вот это число b будет посчитано, и мы объявим его равным psi от x. И таким образом, как бы точка по точке восстановим функцию psi, оптимальную стратегию обмана в ответ на phi. Теперь понятно, что такое равновесие? Правильно. Так вот, равновесие, симметричное равновесие, это phi тождественно равно psi в любой точке. То есть, когда взяли функцию psi, пропустили ее через это самое, и на выходе снова получилась функция psi. Это значит равновесие. Вот это и есть равновесие в игре с неполной информацией. Есть также несимметричное равновесие. Несимметричное равновесие означает, что мы пользуемся разными стратегиями обмана. Но я знаю твою стратегию обмана, ты знаешь мою. В ответ на твою получается моя через этот минимум, в ответ на мою получается твоя через тот же самый минимум. Соответственно, получается пара функций, которые друг на друге вот так, таким образом тесно завязаны. Так, вот это на самом деле, это ключевое положение. То есть, в теории аукционов будет использоваться ровно тот же объект, вот такого вида равновесия. В теории аукционов будет считаться, что ставки, которые мы делаем, они как бы мы пытаемся угадать стратегию, которой пользуется партнер, ну, соперник, так сказать, на аукционе. И, зная его стратегию, будем пытаться нашу, соответственно, подобрать как оптимальную. Все то же самое, мы будем искать, как правило, будем искать просто симметричное равновесие в соответствующей игре. Но вот концепция его идейно полностью совпадает с тем, что я сейчас сказал. В той ситуации это будут немножко другие формулы, но идейно концепция та же самая. Поэтому сейчас, если есть какие-то вопросы уточняющие, очень хорошо бы их задать. То есть, чтобы понять, когда окрытая ситуация равновесия, нам надо получить распределение в игре? Чтобы понять, какое будет равновесие, нужно исходить из априорного знания об игре, например, как равномерном, или анормальном, или каком-то еще. Невозможно сделать, ничего сказать, если у нас нет априорного знания. Такой теории игр не умеет. Ну, классическая теория игр с таким не имеет дела вообще. Какие-то есть потуги на эту тему, но, по-моему, это все бессодержательно. То есть, реально теория игр не выходит за пределы того, что мы знаем распределение хотя бы. Не знаем точную реализацию, но знаем распределение. Вот. И в этом смысле, да, если кто-то ожидал большего, то нет, большего не ждите. Ну вот, в данной ситуации, в данной ситуации на самом деле все просто. Оказывается, что стратегия, я это предлагаю в качестве упражнения просто сделать, стратегия, которая оптимальна в ответ на честное поведение, оказывается, что на нее оптимальна уже она сама. То есть, равновесие достигается такой вот одной итерацией. Вы предполагаете, что ваш партнер честный, вы получаете некоторую стратегию, и оказывается, что она сама является ответом на себя тоже. Если верить, что второй пользуется такой стратегией, то первый тоже будет пользоваться такой. То есть, здесь, так сказать, за один раз итерация. Можно пытаться, в принципе, вообще итеративно все решать, брать за основу честное поведение, считать стратегию оптимальна в ответ на честное, оптимальна в ответ на ту, которая оптимальна в ответ на честное. Ну и вот так запустить этот процесс. Если, например, здесь получится отображение, которое будет сжимающим в какой-то метрике. Знаете, да, теорию неподвижных точек сжимающих отображений? Вот, если там будет отображение, которое сжимающее, то у вас нет никаких вопросов, да, вы через очень короткое количество раз, экспоненциально быстро придете к тому, что надо. Если не сжимающее, тут уже как бы вопрос тонкий. Может быть, что кругами будет ходьба какая-то. Если честно, я не знаю, я не знаю, у меня есть какое-то ощущение, что здесь, вот в этой модельной задачке там сжатие есть, а вот в аукционном, по-моему, далеко не везде будет. Вот сжатие, но это надо изучать отдельно. То есть я просто не изучал, если честно. Но, по крайней мере, при поиске симметричного, то есть при поиске неподвижной точки, нужно просто подставить функцию и написать уравнение, что на выходе будет та же самая функция. Вот, это будет симметричная равновесие. Если сжатие есть, у нас гораздо больше уверенности, что люди именно так играют, потому что это как бы итеративный приход к равновесию. Это гораздо более солидное понятие с точки зрения математики, оправданное. А это не выгоднее, а ответ на честное обвинение давай на двоих. Что делать? Двоих. Конечно. Это просто, это, собственно, мы могли бы сейчас… Ну, давайте я это на дом задам. А вы говорите, что честная. Нет, в ответ на честное будет некоторая стратегия, и в ответ на нее уже будет она же. Действительно, значит, задача на дом, я сейчас просто ее оставлю, что поведение оптимальное, в ответ на честное, а также равновесное в этой игре, состоит в том, что до точки, до точки, значит, вот от нуля до середины вы врете в два раза всегда, а дальше вы все время говорите, что вы живете на конечной. Вот, то есть такая вот получается функция, вот такая. Вот здесь уклон 2, вот, а по-моему, также можно сказать, что на любую, на любую, как это называется, нечетную функцию ответ будет всегда такой. Поэтому, в частности, и на нее саму можно даже так доказать, что на любую нечетную функцию ответом будет 2х. Вот, в частности, вот этот 2х, обрубленный по концам, он и является равновесным поведением, вранье состоит именно в этом. Это, конечно, артефакт распределения непрерывного. Если вы нарисуете здесь другое распределение, скажем, нормальное, там будут другие формулы, и на выходе совсем другое. Вот. Честно, никогда не считал, не пробовал, но я думаю, что никаких проблем нет посчитать. Какие-то интегралы там взять. Ну, мы вместо этого сейчас посчитаем для аукционов. Вот это как бы введение в математический анализ аукционов. Это про то, что такое игра с неполной информацией. В игре с неполной информацией я не буду ее формально определять, потому что я еще не видел ни разу, чтобы формальное определение чему-то помогло. лучше, чем анализ конкретных вот таких ситуаций, как вот это или аукционов. Игра с неполной информацией состоит в том, что некоторые параметры функции выигрыша ваших игроков просто неизвестны вам. Они известны только им, каждому свой. И о них существует некое вероятность на распределение. В вашей голове есть вероятность на распределение о том, чему равны эти параметры. И дальше, естественным образом, строится равновесие. То есть вы реагируете в вашем поведении на то, как люди действуют в тех или иных ситуациях. То есть равновесием в играх с неполной информацией всегда является набор функций. Если у вас N игроков, и у каждого есть некий параметр скрытый от остальных, а вообще игр с неполной информацией очень много разной природы. Может быть, например, у кого-то информация открыта для всех, у кого-то информация открыта для этого и этого, но не для этого и этого. И у этого и этого есть некие представления о том, что думают этот и этот про этого и этого. Ну и дальше как бы там итеративно это все очень сложно. Дать даже просто формальное определение почти нереально. Кто интересуется вот этими вещами, я советую книгу Новиков и компания из EPU Run рефлексивные игры, по-моему, их приложение называется. Рефлексивные игры. В общем, наберите Новиков рефлексивные игры, там будет. И там даже некое определение, вполне себе оригинальное, я никогда в западной литературе его не видел, такое достаточно общее про то, какие бывают в этом случае, так сказать, ну, общее определение, как бы через дерево того, кто о ком что думает, определяется игра и там концепция равновесия тоже через это дерево. Это очень муторно, честно. То есть это по делу, просто это действительно очень сложно. Но в простейших случаях считается, что у каждого есть один скрытый параметр, о котором у всех остальных есть представление просто в виде некоторого распределения. И тогда можно сказать, что у нас равновесие, равновесие, равновесием является или не является, это надо проверять, просто набор функций. Вот такое поведение, такое поведение, такое поведение у каждого человека в зависимости от того, какие у него параметры. И в этом плане получается, вот что важно еще, прежде чем мы покинем этот пример, что важно понимать. Вот допустим, я в точке Х, и я хочу понять, что мне сейчас делать, как мне соврать. Я там на станции Лесная, да, я должен подумать, что я должен сказать там, я на станции Девяткино. Или я, может быть, скажу, что я чуть раньше. Как я при этом, что я думаю, вот смотрите, что у меня в голове. Я должен пытаться понять, как будет реагировать второй, но я его точку не знаю. Поэтому я вынужден, когда я вот это вот все усредняю, я вынужден угадать, как он действует в каждой своей ситуации, куда бы он ни попал. Где бы он ни был, я знаю, что он где-то только в одном месте находится сейчас и как-то думает. Но мне априори это неизвестно. Мне нужно предполагать, что он здесь думает так, здесь так, здесь так. Но с другой стороны, если я предсказываю некий эффект со стороны него, вот так и так он будет ходить, то я должен его также и обосновывать, что почему он так делает, почему. В равновесии все наши представления о действиях всех людей должны быть зациклены друг на друга, логически непротиворечиво. Если я считаю, что он себя ведет так в этой ситуации, я должен уметь объяснить почему. И объяснение это не должно выходить за пределы того, что у нас есть. То есть я должен сказать, он себя здесь ведет вот так, как я предполагаю, когда решаю эту задачу, потому что он считает, что я в ситуации x веду себя вот так-то. Но проблема в том, что этого второму, вот этому контрагенту, этого мало, x это только одна точка. Он не только должен считать, что я в ситуации x как-то думаю, он должен прогнозировать мое поведение при всех возможных x. То есть я должен уметь объяснять так. Я получил свое поведение в точке x, потому что я исходил из представления о втором, как ведущего себя так, так, так и так в соответствии с некоторой функцией. А это произошло, потому что я верю, что он считает меня в других ситуациях поступающим так-то, 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 так-то и так-то. И только так я могу оправдать его поведение в каждой из этих точек. Но тогда это означает, получается, что я не только в точке x должен свое поведение представлять, но и во всех остальных точках. То есть будучи я ситуацией минус x, я бы вел себя так-то. Потому что только так я могу оправдать его поведение в этих и этих точках, а только это его поведение может оправдать мой выбор в точке x. И вот эта ответная реакция, да, моя во всех моих положениях, на его во всех его положениях, она говорит о том, что даже находясь в точно известной мне точке, я должен планировать, чтобы вообще определить некое равновесие в игре с неполной информацией, свое поведение, так же и в остальных всех мыслимых вариантах, в которых я могу находиться. Вот это самое главное. Если это понятно, остальное будет все ерунда просто полная. То есть остальное будет техника в аукционах. Да? А в этой игре существуют другие равновесия? Конкретно в этой вроде бы нет. А в аукционах в основных вроде бы тоже нет. Но честно не знаю там. Ну вообще равновесия может быть очень много. Вот в принципе. Как в игре с неполной информацией, так и в игре с полной информацией равновесия очень много. Но по-моему в этой игре других равновесий нет. И вообще у меня, честно говоря, у меня ощущение, что здесь есть сжатие. Но это надо проверять. Если есть сжатие, понятно, что никаких других равновесий не может быть. Надо, предполагаю, сделать, если есть несколько разных равновесий. Это очень плохо. И в этом случае А пытаются понять единственное или симметричное. Если да, то ура, считают, что априори одинаковые по своим изначальным характеристикам люди ведут себя одинаково. Это уже довольно большая тонкость. Философски здесь все висит на волоске, на самом деле. То есть математически у нас есть теория игр с неполной информацией, самого простого вида, с поиском симметричных равновесий. Но философская привязка к жизни, она очень слабая. Как и везде, на самом деле, в социальной науке. В социальной науке, в отличие от физики, модели… В физике модели вы можете взять и проверить просто, вот так это выглядит или нет. Войдите в коллайдер и проверьте. Или просто, если это изначальная какая-то физика, совсем простая, ну берите камень и проверяйте, как он летит. Сто раз проведете эксперимент в разных условиях, везде примерно одно и то же, с точки зрения. В социальных науках это совершенно невозможно, это просто исключено. Потому что, как стало ясно последние 20 лет примерно, последние 20 лет это стало просто предельно ясно, что эксперименты в разных странах совершенно по-разному проходят и никакие теории не подтверждают, ну грубо говоря, то, что у вас в Египте одно получилось в России, другое, в Америке третье. И что то, что написано в современных учебниках по макроэкономике, это наука годна только для одной страны. Можете догадаться для какой. Для той, где они все писались. Для Соединенных Штатов Америки. Макроэкономики европейского варианта не существует в виде книги. Нет, извините, существует, вышло там типа пару лет назад. Макроэкономика европейский вариант, так и называется. Макроэкономика русский вариант, ну я не видел в разумительных книг, действительно, с серьезным обстоятельным анализом, отличий, которые мы здесь наблюдаем, в моделях, которые написаны в американских учебниках. Но вообще очень трудно проверить, все очень сильно, грубо говоря, проверка социальной науки, вот этой математической социальной науки на реальном эксперименте, это примерно то же самое, что вот если вы имеете теорию гравитации, да, простейшую, как впадают предметы на Землю, но при этом у вас нет камней, у вас есть только футбольные мячи, и вы это все проверяете в сильнейший ураган. Вот такая аналогия, да, аналогия такова, что у вас нет ни одного нормального тяжелого предмета, который можно испытать, что он падает, в общем, независимо от воздуха, да, и у вас есть очень плохие метеорологические условия, и еще круче, значит, в кризис это еще хуже, в кризис это означает проверить гравитацию просто на воздушных шариках в ураган. Вот выпустили и проверяете. Ничего нигде не ясно, все куда-то разлетается, вот. И в этом плане науки о кризисе вообще нет, категорически никакой. Можно вопрос? Да. Я не понимаю, вы видите, вы планируете свое объединение в точке Х, потому что вы кредитываете, что у Игоря есть какая-то стратегия, я, например, считал, на основе какой-то вашей стратегии в точке Х. Это ваша стратегия в точке Х. Но не только в Х, а во всех. Она тоже откуда-то взялась? Да. Она взялась в какой-то стратегии Игоря. Да, ну вот обновесие это когда все друг на друге завязано непротивлечиво, то есть когда… Нет, я про то, что это все должно с чего-то начаться, по-моему. Ну вот если говорить вот именно вот этим языком, то ответ такой, оно ни с чего не начинается, оно главное только должно быть внутренне непротивлечивым. То есть любым равновесием является ситуация, которая устроена ровно так, как ты сейчас сказал, ни с чего не начинается, она просто начинается с того, что кто-то пришел и сказал, поверь мне, второй играет в соответствии с вот такой функцией, а ты играешь в соответствии с вот такой. Ты пришел и подставив вот в эти формулы эти функции, убедился, что нет противоречия. Да, вот тогда мы говорим о равновесии. Это просто альтернативное определение равновесия. То есть надо представить свое распределение в представлении другого. Да, да. Ну вот оно должно совпадать с тем, что он на самом деле делает. Тогда мы имеем равновесие. То есть мне не нужно говорить, я верю в то, что второй себя ведет так, а на самом деле не так. Это шизофреническое равновесие, таких не рассматривают. Я верю, что он себя ведет так и знаю почему. Потому что он высчитал мою, она вот такая. Угадал, посчитал, получилось его по формулам. Вот что такое вот это понятие теоретика игрового равновесия. Вот просто вот так. И никакого нет начального пункта. То есть придет другой, ну не в этой ситуации, а в какой-то еще ситуации, придет другой и скажет, ничего подобного, я знаю, ты ведешь себя вот так. А тот ведет себя вот так. Подставишь, опять совпало, значит, это еще одно равновесие. И мы ничего не можем сказать дальше. Наука, грубо говоря, если, например, два симметричных равновесия, то модель просто говорит, мы ничего не знаем. Все. Дальше вопрос о социальных нормах, вопрос о каких-то других науках. Мы, теоретики, игроки, можем сказать только одно. Но если ситуация стабилизировалась, то либо в этом месте, либо в этом, либо в этом, и перечисляешь все равновесие. А где она стабилизировалась, мы угадать никогда не можем. Про это другие науки. Про это науки совсем настоящие, социальные науки. Типа истории, философии, социологии, психологии и так далее. Может быть, два раза равновесия, грубо говоря, среднее время, которое мы тратим на поездку в одного равновесия, но… Может. Легко. Да, легко. Могут быть равновесия предпочтительные для одного игрока и равновесия предпочтительные для другого. Скажи, пожалуйста, в этой игре. Ну, не в этой игре, а вообще. Как бы вообще. Вообще легко. Да. В равновесии, что если я выше до нуля, то я плюю наверх, в самую верхнюю точку. Если ниже, то здесь вроде бы будет. Ну, то есть, у меня даже не строго равновесия, будет, кажется, когда у меня там… Сейчас. Значит, поведение в нуле не важно. Если я выше нуля, я говорю один. Если ниже, я говорю минус один. Так. В равновесии, да? Равновесия, да? Ну, похоже на то, да. У меня всегда будет много ждать, а теперь надо… Ну, ладно. Если ты знаешь, что ты соперник, всегда говоришь минус один, если он находится сверху, а ты стоишь в точке минус один. Нет, в моих секретах, я относительно одна вторая. А, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Не то, я не так нарисовал. Не так, а просто независимо ни от чего кидаешь монету. Так что ли? Нет. Какая предлагается стратегия? Вы правильно сказали. Если я положительный, я говорю один, если я ответственный, я говорю минус один. Сигму. Сигму будет. Допустим, я знаю, что такое имеет место и нахожусь вот здесь. Да? Да. Тогда вам вообще все равно что говорить, потому что вы знаете, что тот скажет сверху, смешает вторая, самая верхняя, смешает вторая, самая нижняя. Надо подумать, это возможно. В принципе, это возможно. Значит так, я стою где-то, я не знаю, что там происходит. И соответственно, вот я здесь. Что бы я ни сказал, я верю, что я получаю на выходе лотерею из минус единицы единицы. Почему у меня получалось, что на любую симметричную стратегию получалась всегда вот такая. Может быть, я и ошибся. Значит, на выходе лотерея по всем положительным я беру единицу, по всем отрицательным я беру минус единицу. Не лучше ли сказать ноль, да, в этом случае? Не лучше ли мне будет сказать ноль? Надо додумать. Сказали такое, будет примерно одно и то же. Нет, ты считаешь, что не минимум, но с ранее атакуются. Да, я считаю самым. Значит, я жду, чтобы я не сказал, да, я скажу здесь. С вероятностью 1,2 будет вот такое расстояние, с вероятностью 1,2 будет вот такое расстояние. Сумма все равно будет равна, сумма все равно будет равна этому самому, да, 1,2. То есть, чтобы я не сказал, ну, не 1,2, единица ровно, ровно единица с этими шансами. Среднее расстояние, которое я прохожу, получается равно 1,2, да. Похоже, действительно, что это некая выраженная равновесие еще одно. Да. Ну, давайте. Вроде бы да. Если кто-то там в какой-то... То есть, кажется, действительно, что есть еще одно такое выраженное равновесие. А в аргументации, в которой я это все рисовал, там рисовались площади, вычислялись, они имеют значение, они имеют смысл только для невыраженных стратегий. Да, очень интересно. Значит, каждый из нас просто-напросто заявляет... Заявляет... Плюс или минус 1. Почему вообще не заявлять по монете тогда? Вот что, меня гложет вопрос, почему вообще не кидать монету, да? Ну, это тоже, по сути, то же самое, что кидать монету, только через реализацию информации в этом виде. Ну, ладно. Это очень интересное замечание. Значит, вроде бы верное. Вроде бы верное. Ну, давайте к аукционам перейдем. А как это решается? Как вот этот... Когда как? Ну, сейчас мы посмотрим, как оно решается в случае аукциона первой цены. Просто. Сейчас поглядим, как они решаются. В каждом конкретном случае по-своему. Вот это в данном случае нужно просто... Там, грубо говоря, есть семей... Прошу прощения. Есть семейство функций, мы ищем такую, под которой площадь будет минимальной. Вот если мы распишем вот эту задачу, минимум вот этого мат-ожидания, окажется, что мы на самом деле ищем... У нас есть некоторое семейство функций, и мы должны найти такую, под которой будет минимальная площадь. Конечно же, минимальная площадь будет под какой функцией? Которая центрирована вот здесь. Центрирована. Центрирована это и означает, что b пополам равно x, потому что мат-ожидание берется по y. Поэтому b действительно будет равно 2x. Ну, до тех пор, пока это возможно. Если у вас весь, как бы, диапазон, где вы минимизируете, лежит справа от нуля, то самую близкую к нуля. То есть это будет означать, что вы не можете b задвинуть за единицу. В общем, в данном случае это решается через геометрические соображения, например. В случае с аукционом первой цены через дифференциальное уравнение. Мы сейчас это увидим, как аукцион первой цены просто сводится к дифференциальному уравнению. Так, ну вот, собственно, наша задача на сегодня это решить аукцион первой цены и аукцион второй цены. И их как бы посравнивать между собой немножко. А дальше вот профессионально сравнивать мы их будем через неделю. Не только их, но еще и другие форматы симметричных аукционов. Будем сравнивать. Итак, после этого, так сказать, вот это введение, оно должно вам просто облегчить то, что сейчас будет происходить на доске. По сути. То есть это вот я запомню это замечание. Это интересно. Мне кажется, что я на самом деле облажался. Облажался, да? Ну что, думаю, мне тоже кажется, что не... Ну ладно, хорошо, не будем сейчас в это вникать. Я не международный олимпиадник. Я мгновенно это не хватаю. То есть мне нужно посидеть минут 10. Вот. Поэтому я сейчас не буду браться за то, что вы прямо на месте. Значит, и так. И так, и так, и так. Аукцион первой цены. Формализация такая. Есть несколько человек, которые борются за некоторый предмет. Который имеет для них, для каждого, некоторую индивидуальную стоимость, не зависящую, грубо говоря, от того, что думают об этом предмете другие. То есть мы будем рассматривать случай не месторождения, а случай антикварной картины, антиквариата. Вот у нас было, да, неделю назад мы обсуждали, что есть разные виды аукционов. И будем рассматривать простейший. Когда, ну я посмотрел на объект и знаю, что я о нем думаю. А остальные знают что-то свое, но друг о друге ничего не знают. Значит, все выжитые при жине равно и с точки зрения зрения этого взятые из некоторого распределения на некотором отрезке. Ну давайте для простоты на отрезке 0.1. То есть будем считать, что есть некоторая максимальная стоимость предмета. Это неважно, можно считать на 0 плюс бесконечность. Ну давайте для простоты будем считать на 0.1. То есть есть некая функция распределения, из которой берется стоимость. Грубо говоря, сколько есть таких-сяких третьих, пятых, десятых любителей. Кто из них что думает о предмете такого рода? То есть я априори думаю, что есть какая-то функция распределения, которая достигает в точке 1, значение 1. Значит, что уже тех, кто считает, что этот предмет дороже, чем 1 некая, ну это какая-то условность, миллион долларов, неважно. Уже таких нет. А до этого, ну вот как-то они распределены. Нет ни одного, кто считает, скажем, что это дешевле, чем 0.1, хотя можно и отсюда стартовать. Можно даже стараться в случае, что... Знаете, может быть, я потребую чуть дальше некоторых условий регулярности. Да, наверное, потребую. Давайте я все-таки потребую условий регулярности, состоящих в том, что всюду есть положительная плотность. Так что мы будем при решении задачи аукциона первой цены считать, что все встречаются, все оценки встречаются и везде положительная плотность. Вот. Итак, есть некоторая функция распределения с плотностью f и с моей и той точки зрения все выжиты и взяты оттуда соответствующими шансами. Ну, а свою собственную я знаю. Сейчас мы получим симметричное равновесие. То есть напишем уравнение на симметричное равновесие. Симметричное равновесие. Если оно симметричное, это значит, что одна и та же стратегия поведения у всех. Поэтому я говорю о симметричной стратегии. Извините. Я говорю об одной равновесной стратегии поведения. Симметричном равновесии. Равновесная одна для всех. всех стратегия поведения. Что же это за стратегия поведения такая? Это функция b из 0,1 в 0,1, сопоставляющая ценности, которую я сам про себя знаю, в ставку в запечатанном конверте. b от v. Мы ищем эту функцию b. Мы хотим ее определить. Моя стратегия на аукционе стоит в том, что я, если получил информацию в и, говорю b от в и, запечатываю это в конверт и посылаю. После чего сравниваются b от v1, b от v2 и так далее. Кто больше всего написал, тот получает предмет, платит ровно то, что он написал. Это аукцион первой цены. Поехали. У меня сигнал v. Смотрим, какая у меня, так сказать, какая задача передо мной стоит. Я ищу b. Чуть выше поднял ставку. Скорее выиграл, да? Но при этом получил, что если выиграл, если выиграл аукцион, если я выиграл аукцион, то чистая выручка как бы, да? Выигрыш, выручка равна чему? Да, v минус b. То есть, если я выиграл со своей ставкой b, то я вот столько выиграл в чистом виде. v – это ценность с точки зрения меня, предмета, а v – я заплатил. Если проиграл, то ноль, по нулям ничего не произошло. Значит, теперь как бы… v зависит от v, да. Ну, это вот я сейчас в состоянии v, да? Фиксируем, что я в состоянии v, я получил этот сигнал. Если я написал v, то получилось вот это. v от v – это уже когда мы, грубо говоря, рассмотрим меня не только в состоянии v, а во всех состояниях возникнет функция тогда. А пока я изучаю, какое число мне нужно сказать в ответ на v. Чуть выше – вот это уменьшается, зато шансы повышаются. Чуть ниже – шансы уменьшаются, но выигрыш повышается. А где зависимость от времени отхода аукциона? От времени? От времени нету. Отхода аукциона, то есть от других. От других сейчас напишу. Не от времени. От того, что у других v1 и так далее vn зависит содержимое их конвертов. Это запечатанный аукцион. Аукцион первой цены с закрытыми конвертами. Они одновременно подаются. От них сейчас увидим. Значит, вот как. Что мы получим? Мы получим v минус b с вероятностью что ставка b выиграла. И вот сейчас вот эта вероятность зависит от остальных. Давайте посмотрим, что это означает. Вот это нужно, во-первых, прежде всего, давайте договоримся, что вот это, собственно говоря, и является предметом максимизации. Мы должны при обдумывании, что нам сказать, что нам записать, исходить из ожидаемого выигрыша, то есть сколько я получу, множество на вероятность, что я выиграю. При росте b это уменьшается, это повышается. При падении b, наоборот, это уменьшается, это повышается. Но вот где-то достигается максимум. Понятно, что если я напишу b равно 0, то я не выиграю никогда. Вероятность равна 0. Выражение равно 0. Если я напишу b равно v, может выиграю, может не выиграю, но выигрыша и 0 тоже не имеет смысла никакого. Больше, тем более, отрицательный выигрыш будет, уж по крайней мере, лучше тогда не участвовать. Поэтому где-то максимум существует на отрезке между 0 и v. И мы хотим этот максимум найти. Строго на отрезке между 0 и v существует некоторый максимум. Он зависит от поведения окружающих. Но мы предполагаем, что это поведение, мы, грубо говоря, угадали. Мы сейчас на секунду предполагаем, что поведение это угадано. Значит, и мы ищем вот такой максимум. Ну давайте как-то поведение остальных, угаданное мною, тоже как в виде функции psi, запишем. Пси это поведение остальных. Мы ищем симметричное, мы потом подставим, что давайте так и будем искать. Стратегия поведения psi все-таки будет называться. А b это будет переменная, по которой мы просто будем максимизировать и писать. Тогда b равно кси от v. Да? В такой формализации предполагается, что есть какая-то сумма, больше которой никто не заплатит. Да, совершенно верно. И я даже скажу, какая. Это единица. Потому что мы предположили, что все обрублено. Если бы мы не предположили, там, ну как бы, дополнительные сложности будут только мат аналитического характера с разными там предельными переходами, с необходимостью рядов. Вообще в теории игры есть такой принцип. Задача решена, если ход передан математикам. То есть, если вся логика завершена, вот логика игрового взаимодействия должна привести к некоторой математической формуле. Тогда мы говорим, все, закончено. Тогда задача полностью решена. То есть, мы свели, например, к некой подсчету какой-то вероятности, к решению некоторой системы уравнений. Все. Геометры, пожалуйста, все, кто угодно. Топологи дальше играют. Ну, а теория игры на этом заканчивается. То есть, теория игры заканчивается на написании уравнения. Иногда эти уравнения не решаются в явном виде, но в теории игры считается, что на этом все как бы решено. Так же, как если вам нужно, чтобы у вас не маячили где-то нисходящиеся интегралы, какие-то вот такие тонкости, вы сразу говорите, да бог с ними со всеми, обрубим вот посюда и посмотрим, что в результате у нас нет никаких проблем с нисходящимися интегралами, а вся логика выпукла видна. То есть, теория игры это анализ того, как мыслят люди. И он заканчивается, когда это мышление сведено к системе уравнений или к одному уравнению, да, просто. Ну, вот сейчас я наглядно прямо это мы вместе с вами продемонстрируем, как это делается. Итак, давайте теперь выпишем. Если я верю вот в такое поведение окружающих, то можно выписать в явном виде, с какой вероятностью ставка B выигрывает. Что значит, что B выигрывает? Какое это событие? Я сейчас сотру вот это и напишу, что за событие означает, что B выиграла. Кто мне продиктует? Что означает B выиграла? Вам нужно взять x минус первая туда, а дальше неразвестируемость 1 и привычки. очень близко все, горячо, да. Ну, давайте посмотрим. Значит, B выиграл, если она больше или равна остальных, больше или равна всех остальных. Всех остальных. Теперь, что такое остальные? остальные, это n минус 1 реализаций случайной величины V взятой из этого распределения. То есть вероятность того, что число B оказалось больше или равно, но не самих реализаций, а кси от них, потому что наша стратегия передачи реализации в B. Что такое все остальные? B, ну там, если, например, я n-ный человек, то все остальные 1, 2, так далее, n минус 1, их значения равны пси от V1, так далее, пси от V, n минус 1. И на данном этапе мне нужно предположить вот эту функцию возрастающей. Что я и сделаю в соответствии с тем, что я сказал. Теории игр от всех лишних ненужных сложностей избавляются. Нужна возрастающая для простоты? Пусть будет возрастающая. Ну, это же логично считать, да, что человек, у которого сигнал выше, будет выше и ставить. Логично. Это не обязательно. Ну, в принципе, логично. Ну, вот в условиях, грубо говоря, правила игры в таких вот, ну, в науках про экономику, про социум, такие, что если что-то логично, то уже можно спокойно к этому перейти. Ну, здесь, например, мы будем просто считать, что пси – это возрастающая функция. И мы еще считаем, что у них все абсолютно детерминированные протеи. Что у них что? Детерминированные протеи. То есть они точно видят свою цену и знают ее. Они, вот каждый из них увидел свое и просто подставил вот в эту пси, которую… Короче, да, я понял. Да, то есть мы ищем ситуацию, когда я знаю их функции, пытаясь понять, какая хорошая моя. И равновесной будет такая ситуация, что моя как раз окажется такой же. И тогда это и есть равновесие. То есть считая, что остальные играют на аукционе в соответствии с шаблоном пси, получается, что я тоже буду играть в соответствии с шаблоном пси. Вот мы и ищем эту ситуацию. Ну, тогда при монотонности мы можем взять пси в минус первую, правильно? От обоих частей. Поэтому вот это выражение, на самом деле, оно эквивалентно тому, что пси в минус первой от b больше или равно n минус одной реализации случайной величины. Больше или равно каждый из них. Это независимые события. Поэтому речь идет о произведении вероятности того, чтобы пси в минус первой от b оказалось больше каждого из них. Вот. Ну, а это, значит, соответственно, по определению, что такое это вероятность, да, вероятность того, что v меньше или равно некоторого числа a, это как раз и есть f от a, правда? Это просто f от a. Вот. Поэтому здесь записывается, соответственно, f от... Да что такое? Вместо этой вероятности я пишу f от пси в минус первой от b в n минус первой. Все. Правильно? Свернул. f это распределение, функция распределения просто. И вероятность того, что случайная величина меньше, чем вот это вот пси в минус первой от b просто равна f от пси в минус первой от b. И все. Просто по определению из теории вероятности. Соответственно, нам нужно вот это вот умножить на это и взять максимум. Сейчас будут стандартные формулы из матанализа. Готовьтесь, как брать производную, например, от обратной функции, да, или от композиции функции. Сейчас все это будем делать. Итак, максимум вот этого выражения означает, что, в частности, скажем так, в точке максимума этого выражения производная равна нулю. Значит, надо написать, что производная будет равна нулю. Пишем. Максимум по b. Значит, ну, во-первых, это вот производная этого умножить на это, то есть минус f от пси в минус первой от b в степени n минус 1. Так? Плюс v минус b умножить на, значит, f штрих, то есть f маленькая, ой, извините, n минус 1, f от пси в минус первой от b в степени n минус 2 умножить, продолжаю здесь, на f от пси минус первой от b, да, и еще поделить это все на пси штрих, да, в точке пси в минус первой от b. Правильно, да, я написал? И это равно нулю. Или иными словами, можно здесь знак минус стереть, так? Здесь знак минус стереть, здесь поставить знак равенства, а вот это отправить туда. Пси штрих от пси в минус первой от b. Пси штрих от пси в минус первой от b умножить на f от пси в минус первой от b в степени n минус 1. Только не фи, а фи. Это пси, это просто я случайно. Правильно, конечно, пси, везде. Равно v минус b на n минус 1 на, ну вот на это все, на эту всю фигню. Вот. И это значит, что оптимальное b получается неявным образом из этого уравнения. Дома предлагаю написать следующее, написать уравнение, можно очень-очень, это все сворачивается, если вы действуете изначально относительно обратных функций. Если вы действуете для обратных функций сразу, тогда скажем, v это значит, как обратное к b будет. И вот тут везде, то есть на обратные функции получается функциональное уравнение гораздо менее страшное. если вам подали обратную функцию, вы знаете не пси, а то, что если ставка b, это означает, что его ценность предмета равна фи от b. И вот на вот, и тогда моя соответствующая функция, переводящая мою ставку в конверте в мою ценность обратно, она будет в виде некоторого вполне понятного функционала от той. Но я не могу сказать, в каких условиях это, например, сжимающее отображение, чтобы сказать, в каких случаях эта неподвижная точка будет однозначно определена. Но, чтобы найти эту неподвижную точку, осталось сделать что? Вот это вот уравнение мне определяет то, чему должна быть равна моя b в зависимости от v. Правда? А теперь логика теории игр. Если мы ищем симметричное равновесие, то моя b в зависимости от v должна быть равна пси от v. Правильно? То есть в равновесии моя стратегия должна оказаться той же самой, что и у вас всех. То есть в равновесии при любом v то v, которое решает это уравнение, должно быть равно пси от v. И вот это уравнение, которое получено, оно из этого равенства превращается в тождественное равенство по v. и представляет из себя некоторое дифференциальное уравнение. Сейчас мы его увидим. Дифференциальное, потому что вот здесь вылезла вот эта производная. Значит, дифференциальное уравнение, которое в этом случае получается, оно такое. Значит, раз v равно пси от v, то вот это вот всюду, вот это пси минус 1 от v, это просто v всюду. Всюду написано v. Пси штрих от v. Пси штрих от v, да. Нет, везде, где пси минус 1, это будет v, остальное надо сохранить. Пси штрих от v умножить на f от v в степени n-1. Что? n-2 степень, она сокращается. О, кстати, да, что нам таскать-то? Давайте не будем ничего таскать. Лишнего не будем таскать. Вот так вот оставим, да, и все. И мы получим, совсем просто получим сейчас. Значит, пси штрих от v умножить на f, честно говоря, я помню, что у меня тоже как бы должно было что-то простое, вот, ну, соответственно, вот в этом месте-то оно и есть, конечно. f от v, да, равно, внимание, v минус пси от v, а тут уже, тут уже не отвертишься, никуда, на f от v и на n-1. Вот, оно даже уместилось на одном у меня. Вот. Должно производить. Да, 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 должно получаться. Должно получаться. Должно все сворачиваться в интегралы, на самом деле. Вот, то есть в квадратурах решается задача. Итак, смотрим, значит, где у нас рождается эта производная, значит, она где-то должна родиться здесь, я сейчас посмотрю, где она у меня тут должна родиться, производная, вот произведение должно быть, действительно. Может быть, мы зря стерли то, что было. Потому что f маленькая, это производная от f большого. Это верно, да. То есть, да, но тут n-1 мешается. Тут немножко мешается n-1. Вот если бы не было n-1, было бы все замечательно. Может быть, да. Может быть, и не нужно было сокращать, потому что будет производ, там получается производная этого самого, там все интегрируется в квадратурах. Давайте доделаем для случая равномерного, вот, а для остального задание надо будет. Добить это в виде, значит, выделить полную производную слева и справа и посчитать, какая стратегия. Вот. А на следующий раз мы выпишем ее для произвольного f, потому что мы захотим ее сравнить с аукционом второй цены. В следующий раз мы захотим сравнить с аукционом второй цены. А пока пока пусть у нас просто, значит, вот, совсем, совсем, значит, чтобы все-таки какой-то случай добить до самого конца, вот вам два игрока. Два игрока, равномерное распределение с точки зрения каждого из них у второго. Тогда получается следующая задача. V минус B умножить на, значит, на эту самую, значит, V минус B умножить на вероятность выигрыша в случае, если я сказал B. Вероятность выигрыша в случае, если я сказал B, она в точности равна Psi в минус 1 от B. Потому что, если я верю в то, что стратегия Psi используется моим оппонентом в этом аукционе, то тогда, если я сказал B, вероятность того, что я выиграл, состоит в том, что его значение ниже, чем Psi в минус 1 от B. Если ниже, тогда Psi от B будет меньше B. Соответственно, вот это нужно максимизировать. И тут уже действительно все будет очень просто. Когда мы будем это максимизировать, тут уже никакого F не нужно ставить. У нас получится следующее. Значит, минус Psi минус 1 от B, да, плюс V минус B, деленное на Psi' от Psi минус 1 от B равно 0. И, соответственно, это означает, что V минус B равняется Psi минус 1 от B умножить на Psi' от Psi минус 1 от B. Теперь я говорю о том, что теперь я говорю о том, что B в симметричном равном S и B равно Psi от B. Значит, тождественное равенство такое V минус Psi от B тождественно равняется V на Psi' от V. Правда? И вот тут уже в явном виде все видно, да? Слева V, справа Psi от V плюс V на Psi' от V или V квадрат пополам штрих равняется V на Psi от V штрих. Выделена полная производная. Вот. Ну, функция должна отличаться от константа, на константу, которая будет равна нулю, потому что, в частности, при оценке V равной нулю она будет верна, а при V равно нулю получается V квадрат пополам равно С плюс V умножить на Psi от V. Поэтому это просто на самом деле означает, что V квадрат пополам равно V на Psi от V или может быть кем-то и ожидаемый результат. Стратегия вранья, которая оптимально равновесна в аукционе первой цены является вранье пополам. Если у вас оценка V, вы ставите в конверте V пополам. Только для двух. Да, повторение такого же эксперимента для N игроков приводит к стратегии N-1 разделить на N. 1-1 N. То есть если вы знаете, что если у вас аукцион второй цены, вы знаете, что в него играет N человек, то есть помимо вас N-1 человек, то вы N-1 делить на N умножить на V записываете. 1-1 N на V. Но подчеркиваю, все решается в общем виде с точностью до квадратур, то есть до интегрирования в виде интегралов. Аукцион первой цены решается в виде интегралов. У нас значит осталось 10 минут, я вам гарантирую, что через 5 минут мы уже решим аукцион второй цены. Кто-то у меня в тот раз спросил неделю назад, чем так хорош аукцион второй цены. Сейчас увидите. Так, а по этому есть вопросы по этому аукциону? У меня какой-то псевдоропрос. Давай. Мне кажется, что все, что вы сделали, можно было сделать гораздо проще с каких-то тупых соображений вроде того, что у меня V возрастает, поэтому если я скажу ровно столько, сколько все от V моего, тогда я перегоню ровно всех ребят, у которых меньше, чем V, меньше, чем моего будет. Я считаю, сколько ребят я отжал. Но может быть можно, но ты каждый раз должен прикидывать, то есть ты когда чуть-чуть повышаешь, ты кого-то еще отжимаешь, но у тебя падает выигрышная величина твоя. Да, да, То есть нужно, чтобы у тебя скорость отжатия тоже была равна. Может быть и можно так, вполне возможно, я не спорю, может быть и можно. Это в принципе не, так сказать, так, ну а вот вторая цена это просто, так сказать, это результат, это результат Нобелевский. Внимание, сейчас будет Нобелевский результат. Вот эти все уравнения, это не Нобелевский результат, хотя на самом деле вроде бы дали не только за аукцион второй цены, но вообще за анализ аукционов, а анализ этот провел он же, тот же человек Викри, вот, поэтому, наверное, и за это тоже заодно. Итак, теорема в аукционе второй цены второй цены доминирует, доминирующая стратегия, существует доминирующая стратегия. Что такое доминирующая? И, значит, мне не нужно угадывать, что делают остальные. Я всегда делаю одно и то же. Доминирующая стратегия, которая стоит в том, что я просто всегда пишу ровно то, что я считаю. То есть в конверте оказывается моя собственная ценность. В частности, в аукционе второй цены все, что будет написано в конвертах, это просто ровно то, что считают люди. И результат очень устойчивый, понимаете, в отличие от равновесия Нэша, которого очень много разных бывает, равновесий, которые мы вычисляем здесь в первом аукционе, вообще говоря, могло быть много. Для аукциона второй цены никаких многих равновесий нет. Есть ровно одно равновесие. Всегда говорить правду. И это не только равновесие, это доминирующая стратегия. Не правду в смысле, ну просто записывать конверт то, что вы на самом деле считаете о предмете. Доказательство простейшее. Аукцион второй цены состоит в том, что каждый вписывает что-то в конверт, а правила игры такие. Выиграл тот, у кого больше всего написано, но платит он вторую цену, то есть платит максимум из остальных ставок. Вот в такой игре теорема стоит в том, что в такой игре существует просто доминирующая стратегия поведения для каждого игрока, которая стоит в том, что в конверт надо записать то, что ты сам думаешь о предмете. Все. Точка. Доминирующая. Доминирующая означает то, что какую бы стратегии обмана не пользовались остальные, в случае, если у тебя оценка В, написать ее же с точки зрения мат-ожидания не хуже, чем написать что угодно другое. Независимо от того, что делают остальные. То есть твоя стратегия обмана не является следствием того, что ты угадал стратегии обмана остальных, а совершенно от этого не зависит. Не важно, что делают они. Я делаю всегда одно и то же. А в предыдущем случае мои? В предыдущем случае, например, если бы я знал, что все занижают очень сильно, ну такие дураки, очень-очень сильно занижают, то я бы совсем по-другому реагировал, то бы тоже бы занижал. Я не знаю, вот кто, я помню, я играл в преферанс много в детстве, в далеком, и там как бы я играл, я знал просто компанию, вот в этой компании принято всегда это самое, плохо очень, ну, редко играть, часто распасы бывают. Ты сам адаптируешь свое поведение тоже, да? Ну иначе тебя начинают валить все время. А в другой компании, я знаю, что там рисково все, там как бы четыре каких-то недоделанных взятки, это уже раз. Ну, нормально, я так же начинаю играть в этой компании. То есть, вот это как бы, как играть, зависит от того, как играют другие. А вот в этом случае не зависит вообще. Твоя ставка в конверте не зависит от того, что ты угадал про поведение других. Не нужно ничего считать. И вот почему. Пусть у вас V, вам предмет нужен, вот так сказать, если вы заплатили до V, и не нужен, если с вас хотят взять больше. Почему я должен написать V? Давайте сравним то, что я написал V, с тем, что я написал больше V. например, вот столько. Что и в каких случаях я потерял или выиграл. То есть, в каком случае вот это могло повлиять на исход и как именно оно могло повлиять на исход. Значит, если у всех до этого было меньше, то не изменилось ровным счетом ничего, потому что плачу я не то, что я написал, а то, что написал второй. Поэтому в этом случае не изменилось ничего. если я и до этого выиграл, то и после буду выигрывать. Если вот здесь стоял максимум из остальных, то тоже ничего не изменилось. Как проиграл, так и проиграл. я изменил, но только других, для других это изменилось, для меня нет. Плевать, да. В теории игр так всегда. И единственная ситуация, в которой я мог что-то изменить, это то, что я до этого не выиграл аукцион, а вот подпрыгнув выиграл. Но тогда я выиграл у себя ущерб, потому что я буду платить вот столько. но это на самом деле выше, чем моя собственная оценка. Я заплачу выше, чем собственная оценка. То есть перепрыгнуть те случаи, когда максимальный из остальных выше моей. Причем это совершенно не важно, это вранье или честное максимальное для них, для остальных. Важно, что это то, что будет определять мой платеж. Тут нет зависимости от действий остальных, от стратегии остальных, потому что их написанная в конверте информация, а вовсе не та, которая у них в голове, определяет мой платеж. Мой платеж это максимум из ставок остальных. Если я перегнал какую-то ставку здесь, то я проиграл. В остальных случаях ничего не изменилось. Поэтому вверх тянуть смысла нет, только проиграешь в некотором случае. Но также и вниз. Если вы вниз потянули, вы что сделали? Вы изменить ситуацию могли только если вы раньше выигрывали, а теперь перестали. Но зачем же вам переставать выигрывать, если вы платили меньшую цену, чем вы, по крайней мере, не большую. И так вы некоторое количество ситуаций, в которых вы вот в таком выигрыше находили, вы их потеряли. Но ничего не приобрели. В не конкретное значение, а интервал значений. Если вы сами про себя не знаете, я думаю, что В плюс минус для интервала. Ну, это вот, в этом случае я сам точно не знаю, какая у меня оценка. Такие ситуации мы не умеем рассматривать. Ну, по крайней мере, вот в этой такой первоначальной теории акционов так не бывает. То есть, свою собственную оценку ты точно знаешь. Ты, посмотри, решил, вот, 135 рублей 50 копеек. Ну, это понятно. Это на самом деле все такие вопросы, они имеют один и тот же ответ, что теория игр очень условно формализует ту действительность, которую мы вокруг наблюдаем. Это некая условная наука, ну, вот, что есть, то есть. Но, тем не менее, в рамках этой условной науки получается, что в аукционе второй цены доминирующая стратегия, независимо от каких-либо стратегических, так сказать, аспектов поведения остальных, состоит в том, чтобы писать чистую правду. Нобелевский результат. Вот это. Я вот так и не получил, так здорово, с точки зрения, вот я провожу аукцион, я ведь далеко не факт, что получу больше. Отличный вопрос. Вот этим вопросом мы через неделю займемся. Через неделю мы будем рассматривать аукционы с позиции продавца. То есть, какой формат аукционов лучше всего подходит для сбора денег. Вот, это через неделю. На самом деле, и через неделю, и через две, там будут две как бы, то есть, остальные две лекции будут в основном про это. Ну, в конце я еще расскажу немножко про яндексовские аукционы. Точнее, про ту науку, которая их частично описывает. Где-то еще 2-3 минуты, и у меня 40 минут отходит от финляндского электричка, вот, поэтому еще где-то 2 минуты есть на вопросы, а дальше я побежал. в первом случае мы где пользовались другими стратегиями, и чем в этом ситуации на вас? Значит, в первом случае я платил вот это B, да, поэтому, поднимая и опуская свое B, я непосредственно влиял на то, что я получу. Да, понятно. А во втором не влиял. И остальное все именно из-за этого. Поднимая и опуская, я влияю во втором только через вероятность выигрыша. Почему предыдущие не доминирующие? В первом случае. В первом случае, ну, потому что вот я поднимаю B, да, и я, значит, в каких-то ситуациях стал выигрывать, в каких-то стал проигрывать, но при этом свой выигрыш я также изменяю этим B. И в результате в этом выражении, ну, физически входит вероятность выигрыша, которая зависит от остальных. Просто она физически входит. А во втором случае она как бы, она, ну, я даже, я, честно говоря, не знаю, но разница в том, что во втором случае я четко, наверное, так надо сказать, я четко разбил все ситуации на два вида, да. В одном случае ничего не изменилось, и там действительно ничего не изменилось. Я, скажем, как выиграл, так и выигрываю, и столько же выигрываю. А в других случаях я проиграл. В первом аукционе изменилось бы и там, и там, потому что поднимая, я бы там, ну, как выиграл, так выиграл, но другое выигрываю. Другое значение. Я уже не могу провести рассуждение, что вот эта группа ситуации такая же. Потому что она уже не такая, в ней я выиграл по-другому. Во втором, во второй цене я где выигрывал, там я столько же выиграл. и я поэтому эти ситуации просто вырезал. А в первом нет, в первом я… Что зависит от других стратегий, от этих других? Ну, то, как я балансирую эти две ситуации. Я поднимаю, в каких-то случаях я выигрывал и продолжаю выигрывать, но выигрываю другое. И вот этот баланс, вот сколько я выиграл и с какой вероятностью, он появляется в первой цене, а во второй он не появляется. Ну, давайте в следующий раз поговорим еще, потому что в следующий раз мы к этому вернемся.